пока 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 мужа проводила сама пошла пойду в каррифур друзья привет добро пожаловать на канал машкевич life сегодня чудесная погода мы находимся в батуми в грузии недавно сюда переехали и на своем канале я обещаю как мы здесь вообще ассимилируем ся в общем-то вот они красавчики дождик не дождик одеваться некуда да и сладкий всякие разные мокро холодно у меня руки мерзнут уши мерзнут иду собака спит еще одна даже хаси хаски это бездомный девочки попрыгайчики давайте посмотрим что же в нашем грузинском холодильнике ну давайте начнем так немножко цементные стены попадаются мы еще в стадии ремонта и пока именно поэтому не делаем закупку полномасштабную на неделю потому что дом еще все ремонтируются могут свет вырубить поэтому мы так дня на 34 закупаем вот ну конечно есть какие-то основные такие вещи вот мы в турцию ездили купили целая бутылочка тахины я все мечтаю сделать этот хумус сегодня купила нут лимон чесночок вот замочу нут завтра буду делать вот тахин купили в турции также в турции мы покупаем всегда томатную пасту у них знаете у турков какой-то другой видимо способ приготовления они по-моему вялят томаты на солнце сушат их и потом из этих помидоров делают у нас совсем по-другому вот поэтому конечно турецкая томатная паста стоит особого внимания блюдо с ним получается очень вкусный дальше это значит грузинского производства сок ну это скорее компоты вот там даже видите внутри персечки очень вкусно я вылавливаю кушаю также есть с разными фруктами мне еще очень не с кизила нравится но по-моему другой фирмы вот но в них очень большое количество сахара наверно двойная или тройная норма я бы все-таки сократила его количество вот ну очень приятный вкусно иногда я вот утром люблю сок попить поэтому беру себе это так на на выход если куда-то идешь с утра чтобы взять и не бояться что там где-то тебя торкнет можно будет сахарку вточить вот ну это так баловство значит это молочко у нас тут стоит молоко я на пюре покупаю но серёга у меня пьет молоко может выпить стакан другое я вообще молочку не употребляю ну только сыр и иногда сметану вот и значит ну здесь а вообще в грузии молоко очень классное натуральное есть конечно и наш домик в деревне стоит полно так это холодильник просит закрыть сейчас мы закроем на какое-то время и откроем потому что он перегревается и говорит сообщает так я остываю продукты испортятся кричит всегда если забудешь закрыть все значит в грузии очень хорошее молоко вот именно то что грузинской фирмы и аналог нашего домика в деревне и сам домик в деревне привезенные абсолютно разные вот так что так это это уже и из россии привезла это собаки гемобаланс вот если там что-то у него какие-то отравления или с печенью это такой набор витаминов мы и колем тут шприцы а вот значит это бифидобактерии смек . и это мы если травимся бактериофагин т.н. тестин дорогущий ведь вот тысяча восемьдесят одна штучка вот ну на всякий случай я привезла потому что если вот так заболеть отравиться то спасаться только этим нет всегда нужно ходить к врачу вот так дальше это тоже кстати привезено из турции все значит это оливочки какие в турции оливки просто нереально вот в этой упаковке просто очень ну очень вкусный вот там дальше у меня рахат лукум уже мне кажется там его подъели давайте посмотрим что там осталось пару штучек может на чик грыз рахат лукум наверно вот ну был классный мне кстати самое больше всего нравится барбарис вкус барбариса и он но в турции соответственно дешевле это вот такая шоколадная паста тоже вот целая банка не помню сколько стоит но очень дешево на русские деньги там до 200 рублей наверное вот такая огромная гигантская банка стоит утром намазать эту шоколадную пасту на семит турецкий это просто супер это вот в пекарне у нас продаются один лар стоит вот а есть еще другие потоньше они вообще по 0,70 тут серёгина не доедет на пирожная половинка яйца яйца по пять с половиной брала вот вот это пирожное мне очень нравится шуу вис фрукс называется это я в карифуре беру вот 5,80 за 2 еще там внутри бананчик и такой вкусный кремик вот это как на эклерчик похоже по вкусу сейчас холодильник закрою а то опять требуют сейчас сейчас закрываю закрываю показывает мне там что давай продукты остываются вот значит это у нас тут жаркое посмотрим жаркое курочка картошечка овощи очень вкусно вот это я покупала хурму кстати хурма здесь это вот именно королёк и спелый поспел он на дереве вот этот королёк вообще здесь батуми поскольку здесь на деревьях растет в курма и королёк и когда они созревают на деревьях вкус совершенно другой для меня это было просто открытие когда серёжа принес с работы у них там дерево огромные хурмы и он принес хурму который на дереве и поспела это просто такой шедевральный шедевр был я такого образа в жизни не ела она абсолютно другая не такая как мы обычно привыкли покупаем и она у нас там спеет или мы в морозилку ее кладем и она такая перемороженная перестает вязать либо мы вот ее зреем на окне да так ну что у меня здесь дальше поехали это батумская колбаска кстати в грузии очень вкусная колбаса она с перчиком вообще очень много специи они в нее добавляют супер и чувствуется мясо вообще мясо даже другое я покупаю фарш сейчас я вам покажу что у меня пельмени я сама она делала пельмени они заканчиваются они очень вкусные и с покупным фаршем я на самом деле в россии брезгова вот так купить фарш потому что я знаю что наши фарш молят сиськи-писки и все остальное вот и печень много добавляют здесь просто вот в крем-фуре при мне делают фарш только мясо туда перемалывают добывает попадаются жилки но в целом вообще вот этот вкус здесь же не говядина а телятина в основном вкус просто супер так давайте здесь продолжим сейчас где холодильник с тобою каши не сваришь друг вот вообще мясо и колбаса все мне нравится это наша мечета как говорится так это у меня аджика кстати очень вкусно она сделана из специй из сухой аджики можно там с ким с миском ее есть дальше значит это у нас копченый сыр сулугуни сколько я с него заплатила не могу сказать я хотела посмотреть ну здесь вот как-то мне что-то а вот 1041 вот за этот кусочек вот килограмм 2490 стоит чуть дешевле чем на рынке потому что на рынке последний раз мы покупали по 30 лари килограмм вот этот вот копченый сулугуни он очень вкусный вот этот сыр и мирули называется он я так понимаю по вкусу вот похож на эмеретинский не знаю может это даже одно и то же вот на 9.52 вот такой кусище потянул а за килограмм они просят сколько 1550 а вот кстати недорогой сырок потом еще грузинский тоже сулугуни значит на 805 вот такой кусочек за килограмм 22 вот сыр вот такой вот грузинское масло мне очень нравится сегодня взяла стоит около восьми лари перемножаем на 23-25 курс меняется вот такой вот такой маслица кстати очень прикольный сметана абсолютно здесь другая сметана ложка стоит она какая-то более сливочная и более похожа на натуральную вот ну тоже это аналог нашего домика в деревне но качество вот если русскими буквами написано то будет наше а если грузинскими то качество будет отлично хорошо другое дальше у нас ящик с овощами фруктами здесь вот мне нравится такая фасоль я добавляю и пасту когда я делаю и суп и какие-то там жарко в общем везде я могу положить вот эту фасоль стручковую яишенку моя бабушка в детстве делала такую яишенку помидорчик жареный вот такая фасоль и яйца вот потом баклажаны что тут перец сладкий там он мандарины который никто не ест свекла 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 да правильно значит свекла из которой никто ничего не готовит собирал сборщ сделать купил так и лежит так это у нас айва из айвы я могу или компотик сварить какой-нибудь или просто ее пожарить или запечь очень вкусно перчик под сладкий по 4 лари покупал кстати хотел сказать что нашла супер магазин не супермаркет обычный магазин я обратила внимание что туда ходят только местные жители я вообще не видела там наших людей и сами грузины на меня так немного с подозрением смотрят потому что он находится в глубине и там совсем отличаются цены от супермаркетов которые вот ну вот от каррифура конечно вот это все этом каррифуре в основном покупала вот это уже покупала вот в этом грузинском магазине во-первых и сыры вот эти грузинские прям такие свеженькие можно отрезать все как бы такое немножечко деревенское внутри не 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 как в супер-пупер каррифуре вот но цена очень адекватная поэтому я туда хожу кабачочки сделаю икру баклажанную наверное сейчас тут авокадо у меня поспелые уже положила огурчик на салатик мандаринки закрываю закрываю так здесь я достала размораживается у меня вот это вот кстати отделение очень удобная достаешь и здесь именно место где можно хранить либо охлажденные продукты либо размораживать щадящий такой разморозкой вот это у меня сибаса размораживается завтра будет будем кушать так закрываю закрываю господи так ну что же у нас в морозилке в морозилке у нас остатки рыбных запасов здесь еще лежит голова до хвоста это я уху все собиралась сварить так и не сварила это у меня тесто на пельмени это у меня мусор извините не подготовилась курица еще рыба целая дорада осталась так что так здесь у меня цветная капуста кстати цветная капуста здесь очень дешевая но я все равно заморозила потому что видимо вот был сезон и она дешево очень стоила сегодня уже посмотрела во-первых плохая а во вторых уже дороже стоит о это копченая да это холодного и горячего копчения скумбрия то что мы на пивной завод ездили не съели и заморозили потому что уже что-то ее переели уже никто не хочет ее есть сосисончики копченые лежат тоже давным-давно купленные курочка в общем все как у людей все как у всех вот пельмени которые я сама лепила очень хороший здесь фарш просто супер он жирноватый конечно потому что они перемалывают туда и кусочки жира но вкусовые качества просто бомбезные так что друзья вот такой вот у нас набор продуктов в нашем грузинском холодильнике мы конечно стараемся разнообразно питаться всегда в этот набор меняется от закупки к закупке так что еще бы освоить поездки в турцию и вообще жизнь будет бить ключом там столько всего вкусного особенно сыры там конечно вот такой вот в похожей коробочке сыр брынза это просто шедевр уже закончился так бы я вам показал на следующий раз может соберемся вот так пока вот так ну еще дополню что хлеб мы не берем супермаркетах а ходим в пекарни и вот грузины хлеб покупают в пекарнях вот такие либо вот такие лепешки они polar 30 либо такие вот как лодочки большие лепешки они покупают еще хотела показать здесь абсолютно другая мука по качеству кстати вот я с ребятами с друзьями разговаривала у них пиццерия они наоборот ругали говорят какая-то странная мука а мне наоборот она очень нравится не знаю такое ощущение что в нашу муку просто яд какой-то добавляют не вечно плохо было от наших от наших каких-то выпечек хлебов здесь просто супер все и сама когда готовлю тоже из этой муки все получается очень-очень вкусный и почему-то совсем другое вот другая мука по качеству абсолютно такой пакет стоит четыре с половиной лайки раз я показала вам что у меня в холодильнике то покажу что на завтрак из этого холодильника я себе добыла значит у нас тут авокадо и огурчик посыпанный солью полито лимонным соком сыр трех разных видов оливочки турицкие хурма разрезанные на кусочки кусочек семита небольшой с шоколадной пастой ну и чаек с сахаром приятного мне аппетита это маслины они оливки все время я их почему-то называю оливками